Возле стенда с результатами экзаменов толпились абитуриенты. Они проверяли списки поступивших и искали себя. Ребята подружились, пока сдавали те самые вступительные экзамены в институт. Лето было жарким, так и тянуло поближе к прохладной воде. Вступительные экзамены остались позади, можно было отдыхать. «Кто со мной на озеро?» — предложил претендующий на лидерство Вадим новым приятелям. Парни, придя узнать результаты и найдя себя в списках, довольно сидели и болтали о планах на оставшееся лето. Вадик был самый компанейский из них, в его манере разговора и повадках сразу угадывался лидер компании. «У меня есть машина. Отец купил новую, а мне отдал свою старую. Можем на ней поехать», — предложил красавчик и спортсмен Роман. «Я не знаю, смогу ли», — задумался Миша. «Отец наверняка будет против. Он собирался к деду в деревню ехать. Нужно крышу перекрыть. Просил помочь. Ты что, ребёнок, что ли? Что тобой до сих пор папа командует?» Презрительно фиркнул Рома. «Вырос ты уже из того возраста или ещё нет?» Насмешки Романа были обидны и нестерпимы, но Миша промолчал. Ему так хотелось влиться в эту новую компанию, завести друзей. С детства он был скромным и стеснительным. В школе у него почти не было друзей, его попросту не замечали. Он и сейчас больше слушал новых приятелей, чем говорил. Миша подумал, что поехать с ребятами за город — отличная мысль. Надо как-то вливаться во взрослую жизнь, зарабатывать себе новый авторитет. Больше желающих присоединиться не нашлось. Через два дня, как было уговорено, они встретились здесь же. С рюкзаками, палатками, провизией и дружной компанией отправились в деревню. «Эх, жалко, девчонок с нами нет. Но думаю, что это не проблема. Найдём по дороге или в деревне встретим. Там всегда полно ребят съезжается на лето». Вадим был уверен, что удастся собрать компанию побольше. Он проверил содержимое рюкзаков своих товарищей и пришёл к выводу, что алкоголя взяли мало. Миша пытался возразить, ведь они собирались загорать и купаться, но Рома опять высмеял его в грубой форме. Докупили алкоголь, погрузились в машину и отправились за город. Место выбирал сам Вадим. Небольшая деревенька на берегу озера. Когда-то он ездил сюда к бабушке. Потом бабушке не стало. Её ветхий дом родители продали за ненадобностью. Но дорогу Вадик хорошо помнил и уверял, что местечко там отличное и немноголюдное. Так оно и вышло. На пляже было несколько пар с детьми, которые через какое-то время ушли. Приятели отлично проводили время. Весь день купались, играли в мяч. При этом Вадик и Рома по очереди прикладывались к алкогольным напиткам, которые в избытке охлаждались в воде у берега. Потом занялись палаткой и костром. Пора было заняться ужином, который поручили Мишке. Дневная жара начала понемногу спадать. Вдруг Вадик услышал за береговыми камышами весёлый девичий смех. А вот и бабы. Я же говорил, что найдутся. Слегка посмеиваясь, произнёс своим друзьям уже изрядно захмелевший Вадик. Так что одни на берегу не останемся. Пойду знакомиться. Мишку слегка покоробило то, как Вадим называет девушек. Через несколько минут он вернулся к костру с двумя симпатичными девчонками, примерно ровесницами самих парней. Вадик, как истинный кавалер, галантно пригласил подруг на шашлыки, аромат которых уже тянулся в воздухе над озером. Лена и Света посовещались и согласились недолго посидеть. Вечер проходил шумно и весело. Ребята оживлённо беседовали, пели песни под гитару, угощали девчонок жареным на костре мясом. Девушки от горячительных напитков отказались. Через пару часов они заметили, что парни уже совсем пьяные. Лена легонько толкнула Свету плечом и кивнула в сторону деревни, намекая, что пора уходить. Но было видно, что Свете уходить совсем не хотелось. Ей очень понравился скромный Миша, который всё время молчал и тоже не сводил глаз с симпатичной гости. Девушка пленила его своей открытостью, весёлой улыбкой и ямочками на щеках. Девушки собирались уходить, и Света попросила Мишу, чтобы он проводил их до деревни. Двум другим друзьям это очень не понравилось. Как могла такая красотка выбрать этого ботаника? Вадим пылал злобой, но всё же сдержался. Миша пошёл с девушками в деревню, а его приятели остались строжить костёр и палатку, очень недовольны этим фактом. Как выяснилось по дороге, Лена уезжала следующим вечером, а Света оставалась у бабушки ещё на пару дней. Миша взял с неё обещание, что она придёт завтра на берег. Света, улыбаясь, согласилась. Она сама не понимала, почему её так тянет к этому тихому и скромному парню. Она сказала, что обязательно придёт, несмотря на неодобрительный взгляд подруги. Миша всегда был равнодушен к спиртному, поэтому на следующий день, когда ребята взяли в сельском магазине ещё водки и закуски, он хотел собрать свои вещи и уйти. Но вспомнил, что назначил здесь свидание милой девушки. Да и новые друзья уговорили его остаться, говорили, что эта бутылка последняя, и он поверил. Миша старался только делать вид, что пьёт наравне с остальными. Он даже не сразу заметил, как пришла Света. А, Светлана, спасибо, что вы озарили своим приходом наш холостяцкий вечер. Вадим заметил девушку. «Ребята, я пойду». «Вы тут уже почти что все пьяные», ответила Света. «Ну куда же ты пойдёшь, красавица?» Роман направился к девушке. «Присаживайся, выпьем». И он огнил её за плечи и потянул к импровизированному столу. «Вообще-то я к Мише пришла. Он обещал мне рассказать про созвездия в небе, и я не пью алкоголь». Упиралась девушка, но Роман не обращал на это внимания. Он силой усадил её рядом с собой, налил стакан и стал пытаться насильно заливать водку ей прямо в рот. «Я не буду». «Не смей». Брыкалась и упиралась девушка, но уже четыре сильные руки крепко её удерживали. «Да прекратите вы». Миша подбежал в сторону приятелей, которые уже завалили девушку на песок и начали нагло приставать. «Отвали». Вадим силой отпихнул его ногой. «Придержи этого придурка, а тут я пока сам справлюсь», приказал Вадим Роману. «А потом твоя очередь будет». Роман переключился на Мишу, долго церемониться он с ним не стал. От сильного удара в лицо парень упал. Рома был явно выше и сильнее Миши. «Спортсмен, что тут скажешь». Миша быстро встал, но снова получил удар в лицо. Ещё несколько ударов ногами и руками, и Миша потерял сознание. И вдруг из зарослей камыша на Вадима вышел огромный серый пёс. Шерсть на загривке у него поднялась дыбом, уши стояли торчком. Пёс, не мигая, смотрел прямо на насильника и надвигался на него. Света в этот момент съёжилась от страха и попыталась прикрыть стройное тело остатками разорванного платья. Огромный пёс обрушился всем своим телом на насильника. Вадим закричал, инстинктивно прикрываясь руками, пытаясь сбросить с себя пса. Потом вскочил, замахал окровавленными руками и побежал в сторону машины, истошно крича и призывая на помощь. Пёс догнал его, повалил на землю и снова нанёс болезненные укусы. А скал собаки был настолько свиреп, что Роман закричал, «Вадик, беги! Это волк!» Через три минуты от озера отъехала их старенькая машина и скрылась за поворотом. Волк проводил её взглядом, опустил шерсть на загривки и вернулся к своей хозяйке. Она помогла Мише прийти в себя и рассказала, что это действительно самый настоящий волк. Он был верным другом её дедушки-лесника, который когда-то подобрал его в лесу ещё волчонком. А сегодня волк спас не только её честь, но и жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!